Мил Эл, гитарное говно, Фекалай и Дима Стеблев. Спасибо вам огромное за донаты в фонд, собственно, этой реакции. Отдельное спасибо еще раз Мил Эл за самый крупный донат. Полностью мы покрыли просмотр первой части. Большое спасибо. Заранее всех прошу, можно донатить уже в фонд в следующей части. Можно прочитать описание, подписаться на рассылки о стримах, чтобы не пропускать, вдруг там страйк, на другой канал перебежали, чтобы вы не теряли вашего любимого меня. Вот. Комментики, хуентики, там сами знаете. Ждали мы этого долго. Сокол, вот сейчас люди в чате возмущаются, типа Моисей, мы долго ждали, когда ты начнешь делать реакцию. Блять, а ничего, что мы полгода ждали, пока Сокол уже высрит свой позор. Ну, естественно, я буду скорее на стороне гитарных историй здесь. Но, объективен, как всегда. Это и есть, да, электрописька, собственно. Поехали. Это видео не предназначено для того, чтобы кого бы то ни было оскорбить. Такой жук, Сокол. Это всего лишь субъективное мнение автора, которое... Ой, автор. Ребят, э... Кому я обманываю? Ладно, окей, хотя бы признался. Это уже хорошо. Я вижу 31 зритель, 21 лайк. Все, кто смотрит записи, кто смотрит сейчас на стриме, господа, лайки нужны. Они продвигают в рекомендации, в предложку. Пожалуйста, поставьте, потом можно будет убрать. Но сейчас поставьте сразу, заранее. Аванс. Прошу, прошу аванс, как бы. Приветствую тебя, и... Разрывная! Ищущий. Есть такая работа, быть тупым. Кто... Ну, блядь. Вот Сокол начал с этой фразы. Ну... Кто-то с этим амплуа занимает важные должности... Например, блядь, блогер на канале Истинный Маг, типа, да. ...производстве. А кто-то блогер на Ютубе. И сегодня... Ну вот, например. Мы одного смотрим уже, такое. Ну, я тоже работаю тупым, в принципе, да. Чё, кого я обманываю? Мы поговорим о как раз последнем варианте. На моей голове антижаровая култышка. Объясняю для тебя, герой моего ролика. Что такое антижаровая култышка? Это когда... Это ты, блядь, сделал себе, короче, палочку из суши, засунул волосы и выёбываешься. Вот и всё. Так, народ, сейчас тут... А-а-а-а перезагрузон звуковой хуйни. Звук хороший, нормальный, да? Жарко. И чтобы длинные волосы не падали на шею и шея не потела, ты собираешь такой комочек... В смысле, чё за бред? Что скажешь с уверенностью силовикам, когда тебя арестуют за песню? Ты не тому задонатил. Скажу... Не знаю, честно, не знаю. Я скажу... Оказавшись перед силовиками, что ты им скажешь? Протыкиваешь спицей какой-нибудь и закрепляешь резиночкой. И здесь у тебя... Дышит. В общем, на моей голове антижарная култышка. На мне затёртая моя любимая футболочка-мономарка. В общем, всё так по домашнему поведению. Вот так, нормально? Всё вроде нормально. Предыдущий кандидат, герой моего ролика, которого я раздолбал в двух частях, Сапрыкин. Он имел мужество вытерпеть эту критику, хоть он и говорит, что смотрел урывками, но тем не менее. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости не кидать страйк. Какая-то маленькая сучка. Итак, канал гитарной истории. Его ведущий Дима Виляйкин. Поехали! Дарова! Только началось, у меня сразу же начинает пригорать. Ты просто не знаешь о существовании буквы З. Но мы же... Пошёл нахуй! Ребят, пишем в чате. Дарова! 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 Дару! 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 Дарова! Блядь, Сергей... Вот, сука! Сергей Сокол! Ты ж ёбаный дизлексик! Блядь! Я устал это повторять в каждой реакции на Сокола. Постоянно, блядь, путает ударение. Путает слова. Заплетается у него язык. Заязыкается плитык. Просто насколько, блядь, позорнейший вообще человек именно в плане речи. Димон, я напомню, уроженец Украины, живущий в Америке и говорящий уже хоть знает сколько на английском языке и плюс ещё и на русском. То есть, ну, по-хорошему он ещё, я не знаю, насколько он там украинский знает, не знает, чуть ли не триязычный персонаж. Сокол не знает один-единственный, блядь, свой родной и доёбывается до речи. И это ж первая доёбка. Первая же доёбка Дарова. Блядь, да все здороваются, сука, во-первых, по-разному. То есть, может, это фирменный прикол, может, это хуй знает что. Может, ему типа, блядь, у меня, например, тоже, мы всегда приветствуемся Дарова, я это объяснял, сейчас видос скоро выйдет на канале, локальные мемы канала. Может быть, у него локальный мем говорить Дарова, потому что так ему кто-то когда-то написал в комментариях. Блядь, и ты до этого доебался, ёбаный, блядь, позорный колхозник с дебильным ебалом, пиздец. Вы понимаете, человек дароваться любит. Он всегда со всеми даровается. Кто-то парится, делает уникальные приветствия, которые выделяют его на фоне остальных... Это и есть оно, уебанопущенный, блядь. ...каналов, делают его уникальным. У этого господина хватает ума лишь только для того, чтобы убрать одну букву в начале слова. Дарова. Блядь, а вот приветствую тебя, дрищущий, это такое охуенное, блядь, уникальное приветствие. Чё, ебать ты, выдумщик, что обосраться можно. Так, у меня произошел отвал экрана. Типа, блядь, мой монитор просто отказывается эти дебильные вставки, блядь, соколиные, вонючие показывать. И, типа, вы-то видите, я нет. Сейчас, секунду. Блядь, вот, ай, током бьется. Я извиняюсь за... Поехали. Чё, так можно было, что ли? Так это что же получается? Он таким хитрым образом экономит своё время? Каждый раз, ударяя одну букву, он экономит миллисекунду. А сколько таких миллисекунд наберётся в год? Блядь, пиздец. Ещё раз, я напоминаю, человек готовил свой ролик сколько? Полгода. Год. Ну, когда это началось всё? Полгода, вот, ты писал сценарий, ты... Две минуты, он распоминается, что Димон здоровается, а говорят «дорова». При том, что, типа, ну, так говорят. Просто по фану, чуваки, ну, блядь, многие. «Дорова», типа «дорова», 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 «чё, как». Вон, я не знаю, я вбил в поиски «Яндекс», «здорова». Есть, типа, песня такая. А, бля, лол, есть такое село в Румынии. Так, словарь молодёжного сленга. Ну, сленговое слово просто, «дорова», типа, «дороу», «дороу». Люди говорят «дороу», или, типа... Или то, что, блядь, никто не говорит «здравствуйте», то есть то, что говорят «здрасте». А чё ты, блядь, говоришь «здрасте», а не «здравствуйте». И это сейчас будет говорить «сокол»? Ну, то же самое, то есть сокращение длинного слова – это, блядь, нормальное явление вообще, в принципе, в языке. Сокращение его именно в речи, в речевом смысле каком-то. «Привет», «здорова». Ну, блядь, сокол как раз вот не тот человек, который умеет экономить время. Он умеет, блядь, хуйню просто вообще полную растянуть, не знаю, на 10 минут, которые не стоило того, чтобы растягивать. «Кругу под многими именами» – это «Димон Тракторист», «Дорова», «Яшта», «Тупая деревенщина», «Гитарные истории» и много-много других. Итак, встречайте, Дмитрий Виляйкин, русскоязычный YouTube-блогер, проживающий в США. С чего вообще всё началось и почему я записываю разносящий этого человека ролик? Какое-то время... Давай быстрее. Несколько месяцев. В подписках моего канала... Душнила. Висел другой, более крупный канал, который назывался «Гитарные истории». Кто это, я понятия не имел, но запомнил его, потому что канал висел на втором месте по численности подписчиков. Там был ещё более крупный канал, который подписан на меня. «Гитарные истории» был на втором месте. В какой-то момент он начал писать под моими роликами. Ну, пишет и пишет, но в какой-то момент под моим роликом про стереотипы металла он написал следующее. Не знаю, почему я начал озвучивать Дмитрия Виляйкина голосом Лукашенко, но пусть будет Лукашенко. «Сокол — это дичь. Мне ж рецензию захотелось сделать». То есть, понимаете, осторожность данного субъекта. Это не я. Когда вижу какую-нибудь дичь, я просто молча иду и делаю какой-то обзор. Там разнос или похвалу, неважно. И говорю в своём видео то, что думаю. Но я ж-то не такой. Чтобы не получить от меня разнос, он осторожненько своим хитрожопым осминожным... Бля... Он так боится, блядь, твоих разносов. Так боится, что сокол про него что-то скажет. Тебе по-доброму, можно сказать, сделали такое доброе замечание. Типа, ты спизданул хуйню, родной. Аж даже захотелось сделать рецензию. Это, ну, просто такая подмечена так, просто, типа. Сказал и сказал. Нет, блядь, ради тебя делать просто из-за каждого какого-то, блядь, говноблогера, у которого на тот момент у тебя сколько, нихуя подписчиков и ноль просмотров. Чел тебя посматривал, он был на тебя подписан. То есть, в принципе, как-то относительно нормально, может быть, даже к тебе относился. Ты вдруг спизданул хуйню, и он такой, слушай, сокол, читаешь прям даже это... Реакцию на тебя захотелось сделать, что-то такой ты бред сказал. Блядь, и ты это воспринял как... Ой, он, блядь, испугался чего-то. Чего, блядь, испугался? Того, что ты полгода будешь сливаться, как позорная, блядь, сыкуха сам. И с твоих ответок в странах, типа, испугался. Хитрец, и начал ждать, как я отреагирую. В то время я как раз выкладывал пост о том, что маленьким каналом я никаких ответок не делаю, отвечаю только более крупным. Так я ему ответил. Несмотря на то, что канал гитарной истории крупнее моего, для меня он все равно маловат. И я написал, делай смело, ответок не будет. И знаете, что он ответил через некоторое время? Он ответил, тогда сделал. То есть, чтобы вы понимали внутренний стержень этого человека. Если бы я не убедил бы его в его безопасности, он ничего бы снимать не стал. Ибо челик-то смотрит мои ролики и... Ну, типа, как работают логические цепочки в голове у Сергея Сокола. То есть, вот сейчас мы... В принципе, все увидели. Знает, как в случае чего я могу отхерачить ответочкой. Любого. Блядь, что ты можешь отхерачить, типа, тяжелее своего члена, блядь. Если возьмусь, и что вы думаете, захожу я к нему на канал, и там действительно ролик обо мне. Название, к сожалению, я не помню. Ты возьмешься за хуй свой, Максим. Но слово Сокол... За свой, это еще тоже вряд ли. Теперь для самых неверующих я могу поклясться всеми немыслимыми клятвами, что включать этот ролик я не стал. Ну, чтобы самого себя не вводить в искушение. Ну, то есть, чтобы самого себя ответкой не искушать. Что уж он там говорил про меня и как меня охерачил, я понятия не имею. Просто для самого себя отметил, что такой ролик появился. Все, запомнили, едем дальше. Шло время, мне писали мои зрители, что там гитарные истории про тебя ролик сделал. Будешь ответку делать? Я говорил, нет, не буду ответки делать и смотреть не буду. И знаете что? Ну... Знаете что получается? Что Сокол пиздобол. Ведь он в итоге сделал. 5.22. Я что-то сейчас на секунду задумался. У тебя канал маленький, ответок не будет, можешь смело меня хейтить. Ты обещал, что ответок не будет, и ты ее сделал. Ну, ты пиздобол ебаный. Все, типа, просто самослив. 5.22 было, да? 5.22 было, да? Нет, не буду ответки делать и смотреть не буду. И знаете что? Ну, сделал, блядь! Дима Веляйкин посмотрел так посмотрел, подождал. И действительно, от Сокола никаких ответок нет. Шли месяцы и ответок не было. Сокол не отвечает и наш блогер осмелел. Динька так осмелел! Шло время, и мне завидно регулярностью начали приходить сообщения о том, что в очередном своем новом ролике Веляйкин снова жестко меня опускает. Все-таки, все-таки я не выдержал любопытства. Любопытство оба забладало, и я решил все-таки зайти и посмотреть, что же он про меня такое там говорит. Захожу на его канал Гитарные истории, а ролика с Соколом в названии уже нет. Не знаю, в чем уж причина, почему он его удалил, и что там было про меня, но я решил все-таки понять, что это вообще за канал. Но смотрю, гостями на его стримах известные люди присутствуют. Я такой, так, возможно, ему все-таки стоит отсветочку запилить, раз известные люди-то к нему ходят, и что из гнилой его постелки там вылетают, эти, может, известные люди тоже слышат, и как бы оставлять это без ответственности. Да, я еще раз напоминаю, он это делал, блядь, ну полгода. Я реально не знаю точно, сколько Сокол это делал, но он просто миллиард лет кормил завтраками, блядь, всех. Было бы странно. Тогда на его канале я нажал вкладку «Видео» и вбил там в поиске слово «Сокол». Мне было несколько роликов, в названии которых слова «Сокол» не было. Но, как выяснилось, обо мне он там говорил. Увиденное в этих роликах вкупе с известными музыкантами, которые ходят к нему на канал, и явились тем стимулом для записи ответки этому бородатому зайцу. Итак, почему я решил выдать хлесткового леща Яште? Первые известные люди у него на канале. То есть, несмотря на мой предыдущий пост, который был, не отвечая маленьким каналам, гораздо более крупные и большие личности, которые приходят на этот канал, они как бы, ну, можно закрыть глаза, да? Ну, типа, ладно, ладно, сделаю скид. Бля, вы понимаете, что он, вот, ну еще раз, семь минут уже, мало того, что ничего по факту не сказал, ни одного нормального, хорошего тейка. То есть, он еще раз, он полгода это писал, за семь минут ноль тейков, но при этом он уже раз десять сказал, что он, типа, то ли оправдывается, то ли объясняет. Вот сейчас я ему дал леща, вот я ему уже, как бы, его разношу. То есть, он, ты что, блядь, сокол, считаешь, что просто самим фактом записи какого-то вот этого своего поноса, который сколько наберет, тысяч десять максимум просмотров, ты считаешь просто самим фактом, типа, ты уже что-то сделал? И что-то разнес? Нет, объясняю. Если делаешь разоблачение, разнос или какую-то хуйню, надо еще и разнести. Надо еще и не просто стоять и нести хуйню 50 минут, а надо, как бы, типа, указать на какой-то факт. Вот я, например, сейчас взял факт. За семь минут ноль аргументов, ноль тейков. Взял факт, что сокол, блядь, дизлексик, который доебывается до фразы «дорова». То есть, я уже за 15 минут реакции, ну, типа, в принципе, можно все, остановить запись, идти заниматься другой хуйней, типа, сокол уже выебан, уже есть разнос. И тут похуй просмотры, не просмотры, то есть разнос в этом есть. И я при этом не говорю, что «ха, я тебя разнес, сейчас я поясню, почему я решил дать этому ебану интернетного леща, блядь. Я такого не... Ну, я это просто делаю». Сокол же, блядь, ну, хуй знает, чирикает, блядь. Так, народ, вижу опять, что лайков меньше, чем зрителей. Поставьте лайк. Напоминаю еще раз, всем, кто не поставил, вы должны поставить «Лукас». Это ваша, блядь, священная, не знаю, обязанность, типа. Из уважения хотя бы не ко мне, но к донатерам, кто проспонсировал для вас эту охуенную реакцию. Ну, короче, тут сейчас будет доебка Сокола, которую он уже озвучивал, самое главное, где-то. Типа, что Димон нахваливает, короче, вот этих чуваков, с которыми у него стримы, и типа поэтому они с ним корешатся, и типа это все делается, ну, ну, короче, вот эта вот хуйня сейчас будет. ... и поведение, что прям 10 из 10. Дима Вилякин, словно собака, которая видит перед собой более сильного представителя своего вида, начинающая заискивающе вилять хвостом... Блядь, Сокол, Сережа, как он там нахуй, я забыл. Напомните настоящую фамилию Фистинного мага, пожалуйста, ебать. Это так охуенно, блядь, доебываться до фамилии, и типа говорит, что раз у тебя такая фамилия, значит, ты такой и есть. Ну, с Сопрыкиным это уже было разобрано, что... Я напоминаю, что САП — это гнойное заонозное заболевание, которое бывает у лошадей, ослов и, по-моему, верблюдов. Вот. То есть человек доебал... Ну, типа, подъебал меня за мою фамилию, получил такую же хуйню в ответ. Типа, ну, ты, получается, ебаный, блядь, осел с говном в жопе просто, с гнойным, блядь. То есть это хуйня. Давайте уже, блядь, мы... Ну, согласимся, что это, блядь, полный пиздец и... Стыдная хуйня, блядь. Типа, всё, Гоголь уже нашутился на эту тему. Все остальные — это долбоёбы. Показывая, что всё-всё, я подчиняюсь. Не жри меня. В человеческих взаимоотношениях это выражается в том, что Веляйкин заботливо облизывает пришедшего к нему известного человека и лает на всех остальных, кто пусть из-за тридевять земель, но высказался об этой медийной личности критично. Более того, Веляйкину даже критики не надо. Даже безобидные шутки над его прошлым гостем или потенциальным гостем заставляют его демонстративно хейтить, защищая то, что в данный момент защищать вроде и не нужно. А мы уйдём на север и переждём. А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! Это как если бы я на улице подошёл к незнакомой девушке и спросить, сколько сейчас времени. Меня тоже, кстати, сравнивали с, блядь, этим шакалом, типа, короче, когда я активно был на стороне Фреда, лол. При том, что я изначально был критиком Фреда, и при том, что, ну, типа, по фактам даёбок не было ко мне ни разу, к сожалению. То есть ни одной, не знаю, ни разу меня никто не поймал, не подловил как-то. А я всегда всех, то есть, ну, за свою позицию пояснял максимально. Ни разу не обосрался, увы. Тут неожиданно из кустов выскакивает Вилякин и орёт на всю улицу «Эй, не приставай к девушке!» Надеюсь, при этом, что такое поведение заработает перед девушкой какие-то очки, и она с ним на свидание пойдёт. Пример такой нелепости связан с моим роликом про Виталия Дубинина, где он готовит суп том-ям. Про это Вилякин говорит на своём канале в видео, которое называется «Ютуберы-музыканты. С кем ты?» В этом видео он как раз и начинает включать своё выпрыгивание из кустов и начинает врать и пупить. Сокол, я тебе сейчас напомню, я сейчас смотрю твоё видео, когда ты готовишь суп по рецепту Виталия Дубинина и на первой же минуте обсерваешь Виталия. Теперь внимание, оскорбление Дубинина. Покручу всё в ускоренном режиме. Сегодня в выпуске. Шикарный наш Дубинин. Шикарный продукт Дубинин. Шикарная гитара Дубинина. Шикарный диван Дубинина. Шикарная кухня Дубинина. Шикарная квартира Дубинина. И, конечно же, сам шикарный Дубинин. Так, новый рецепт от Дубинина. Проченько приготовить всё это. Открыгивай, отпускай, похвы, и узнай. Светлая печаль. Бля, я хочу посмотреть, что в реках у сокола. Ренжин. Давайте разъёбываться, что значит ренжин, блядь. Типа, сейчас разоблачим сокола, фистиного мага. Ну, или какой-нибудь смешной факт про сокола можно найти. Типа, не знаю, может быть, сокол срёт, там, как-нибудь смешно. И всё. Тоже птица, лол. Прикол. Вид сойки. Крикливый, сварливый человек. Погода. Ренжин. Моросить. А, дожди, рождённый в мороз. В мороз. Блядь, сука. Мороз, наверное. Потому что, если будет мороз, то это будет путаться со словом мороз. Короче, когда моросит, блядь. Пиздец. Такие архаические говнослова. Это, блядь, сложно. Ты с тобой в баре. Поехали. И на пивой же минуте обсираешь в Италии. А где оскорбление? Не зря же я вам пример с девушкой привёл. Он, типа, да, посмотрел минуту и... Ну, блядь, ещё раз. Он не сказал, что ты его оскорбил. Он сказал, обсираешь. То есть, обсираешь. Блядь, давайте, ладно, что такое обсирать? Я не знаю, даже к словарю, может быть, обратимся к какому-нибудь. Словарю сленга. Словарю какой-нибудь хуйни. Так-так-так-так-так-так-так. Работает стрим? Работает, ребят, плюс, если работает. Дискредитировать. Неуважительно высказываться о ком-то. То есть, вот я захожу в вики-словарь и читаю, что такое обосрать. Это не обязательно оскорбить. То есть, допустим, если я сниму ролик, типа, сегодня мы смотрим гениального Сергея Сокола в его гениальной квартире, с его гениальными звёздами, в шикарной его футболке, с его, блядь, великолепной палкой в башке. И, конечно, сам Сергей Сокол. То есть, блядь, типа, это можно понять, ну, короче, как обосрать. Ну, то есть, ты, типа, по сути не оскорбил, но при этом ты подъебал, что называется. То есть, губить, нет, губить не подходит. Дискредитировать, неуважительно высказываться, ругать. То есть, ты, по сути, ну, проявил неуважение вот этими своими, блядь, ебаными сарказмами. По факту. Это был этот самый. Это можно понять, как обосирать. А ты такой, а где там оскорбление, блядь? Ну, ты его ебан или да, блядь? Вот это было оскорбление. Кстати, даже это можно, это нельзя считать, потому что это вопрос. Я не оскорбил Сокола, я спросил, типа, ты его ебан или да? И, может быть, нет, может быть, его ебан. На мой взгляд, они оба достойны друг друга. Ну, не знаю. Типа, Димон гораздо более рукопожатный, я бы так сказал. Хотя, у Димона супер странная хуйня. Он постоянно умудряется то сказать, что ему срачи неинтересны, то, блядь, сраться с кем-то. И высказываться некрасиво тоже, блядь, про каких-то чуваков. То есть, он считает, что просто есть те, про кого нельзя некрасиво высказываться, а есть те, про кого можно. Это полная хуйня. А с какого хера? Так, секунду. Вроде идет. Блядь, там нет и юмора, нахуй, как и не в одном твоем ролике. Потому что юмор должен быть смешной. Там не было смешно. Там был, типа, ну, вот это будет огромный комплимент Сергею Соколу, если это так сказать. Это максимум можно притянуть под сатиру. То есть, это именно издевательское такое насмехание, да? То есть, вот, что-то в этом роде. Это не юмор. Это, во-первых, было не смешно. Во-вторых, это не... Не понял. Спасибо, милорд, за донат. Не понял эту мысль. Резкое проявление комического в искусстве, представляющее унизительное обличение явлений при помощи комических средств. Сарказма, ирония, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и других. То есть, это... Если бы это было смешно, то эту хуйню соколиную можно было бы притянуть под понятие сатира. Вот так. Ну, например, там, говнида это... И то хуй знает. То есть, говнида это некая сатира, сатирическая пародия на металл, который в том числе играет Сергей Сокол. И в этом есть. То есть, в каком-то смысле можно сказать, что говнида своим одним существованием, ну, типа, как-то обсирает в каком-то смысле, там, не знаю, этот металл, допустим. То есть, был сарказм, был, типа, ну, попытки в гротеск, но там, то есть, по сути, вот, гиперболизирование. Типа, а, блядь, мы тут такие нищие все, не едим там ям. Да, блядь, такой нищий пиздец, сокол сидит, жучара, блядь, зажравшийся хуй. Это высказывание осуждения. Где моё видео... Это не Фред. Кстати, слово подхамливание, оно пошло от меня. Я не знаю, может быть, конечно, Фред его ещё раньше до меня независимо придумал, но, по-моему, по-моему, всё-таки это я ввёл в обиход, типа, такое понятие, как разницу между критика, хамство и подхамливание. То есть, вот, типа, три стадии, там, не знаю, какого-то, вот, блядь, там, доёбки, да, или говна в комментариях. То есть, это абсолютно разные вещи. Просто люди, которые занимаются... Ну, смотрите, подхамливание — это самое мерзкое. Почему? Потому что хамство — это просто откровенное, типа, ну, там, это нельзя засчитать как критику, ну, только конченого ебан это будет называть критикой. Типа, если я скажу, сокол — еблан. Это же не критика, это просто хамство, это, блядь, ну, оскорбление. И ни под как... Ну, ни один человек, у которого извилен больше, чем одна соединяющая уши в голове, не скажет, что это была критика. То есть, сказать сокол, тупой, опущенный еблан, блядь, которого ебут свиньи, это не критика. Это оскорбление, это хамство. Есть критика. Ну, то есть, это то, чем в том числе занимаюсь я тоже у себя на канале. У меня есть и хамство, и критика. Но критика — это, например, особенно люди любят упоминать там конструктивная критика. Критика обычно не смешивается, кстати говоря, с хамством, но я у себя на канале это, конечно, делаю, блядь, с целью, потому что у меня нет цели критиковать, по сути, у меня есть цель делать развлекательный контент и собирать донаты. То есть, у меня нет цели там быть там каким-то важным критиком, по большому счету. Я делаю то, что мне нравится, и то, что... Ну, то, за что мне дают донаты. Но критика — это, например, в звуке у тебя не хватает низких частот, или критика, предположим, там, пение сокола. Когда ты исполняешь, блядь, типа, резкие переходы на высокие ноты, ты соскальзываешь на неуместный фальцет, получается йодоль, который не применяется в жанре металла. То есть, это критика. Ты не оскорбляешь, ничего даже близко похожего на оскорбление там нет, ты именно критикуешь. И по-хорошему это не делается в комментариях. Это, ну, типа, что-то более профессиональное. А подхамливание — это самое мерзкое. Это когда хуесос маскируется под критику, но, по сути, занимается вот подъебингом каким-то мерзким. Сложно это что-то такое придумать, типа, допустим... Ой, Моисей, а ты сам-то не... Ты сам-то опять умеешь? Я что-то даже не уверен, что умеешь. Ну, допустим, что-то такое. Вот эту хуйню я ненавижу больше всех, и эти вот пидорасы самые вонючие. Это называется подхамливанием. Вот, типа того. Ну, то, чем Сокол занимался, оно не подходит ни под то, ни под третье, ни пятое, ни десятое. То есть, ну, хотя да, он мимикрируя под... Даже не критику, а мимикрируя под юмор, ну, это похожая хуйня, но это в другом немного пласти, потому что это не связано с критикой, это скорее, ну, типа... Хуйня, блядь, что-то. Что-то похожее. Мимикрируя под юмор, он, по сути, занимается вот этим вот... Ну, под обсиранием. Да. Димон, поскольку, там, ему, не знаю, лень разбираться в нюансах, подбирать слова и так далее, сказал «обосрал». Ну, это точно, блядь, не синоним слова «оскорбил». Просу высказывание хоть какого-то осуждения. Там нет такого. Это сугубо развлекательный ролик. Сатира. Но для Веляйкина все, что не похвалам этого урока, это катастрофа. Презираю таких людей вручь, в глаза поменяющих понятия, включих на справедливость и все ради своей гипотетической выгоды. Омерзительно. Причем он не останавливается, он кидает в мой адрес такие слова, как «обсираешь музыкантов». Ты все обсираешь. Сейчас я все объясню. Тебе уж клип выходит и обсираешь. Книжка выходит и обсираешь. Что значит обсираешь? Какая нафиг книжка? Я вообще ни одной книжки не обозревал никогда и нигде, кроме своей. Кстати, если интересно, в фэнтези-книге Соколов по ссылочке в описании, там много ссылок. Разворачивайте описание ролика и там найдете фэнтези-книги Сокола. Переходите, смотрите, если интересно. Разворачивайте описание моего ролика и там, блядь, инстаграмы, ВКонтакте, Телега. Кто не подписался на все, вообще, на абсолютно все, тот лох. Считайте. Буду благодарен. Вообще, я... Заметили, как я делаю свои ролики? Если это не какие-то рассуждения на абстрактно-философские темы, то я делаю все с пруфами. Вот как этот вот самый ролик, который вы сейчас смотрите. Где? Я делаю вставки в свои ролики, чтобы мне не сказали, что я лгу. Вот, пожалуйста, вы... В таком случае, все ролики Сокола это рассуждения на абстрактные темы. Человек сказал вот это. Я на эту фразу реагирую, следующую фразу подставляю оппонента, чтобы... Ну, чтобы меня во время это не обвиняли. Велякин же таком не делает. Это просто сидит и бздит в небо, и самое-то главное, верит во все это. И даже если самого пруфа нет, в кадре я упоминаю название ролика и адрес, где этот ролик можно увидеть. Посмотрите на это нахмуренное праведным гневом лицо. Что за несвязанный бред сумасшедшего? Какой гермошлем? Что значит такое? В каком своем стиле? И чем плох этот мой стиль? Ты просто послушай себя, как ты блогером-то стал? Кто твой зритель? Во-первых, обзор не на последний альбом мастера, а на их последний клип. Ну, ты обычно в гермошлеме, это такое. И я в гермошлеме. Что? Во-вторых, гермошлем. Воздухонепроницаемый шлем специальной конструкции, дающий летчику-космонавту возможность осуществлять полет на больших высотах. Я же не летчик и не космонавт, блядь. Я никуда не летал. Какой на мне может быть гермошлем? Ты сейчас реально это скажешь? Разгерметизации кабины летательного аппарата и обеспечивающие его выживание в данных условиях при катапультировании. Вот унизил меня так, унизил сокол в гермошлеме. Я ж на ней... Блядь, это ебаная метафора, которая, скорее всего, значит что-то. Типа, ты нихуя не видишь дальше своего носа. Я ж на ней это самое, не говню. У я ж ты здоровый, настоящая каша в голове. Он путает слова, подменяет понятия. Не клип, альбом, не критика, а обсирание. В полк идиотов зачислен новый рекрут. Он даже не может связаться... Есть критика, а есть обсир. Есть критика, а есть подхамливание и хамство. То есть вот я такую градацию вот там сделал, чтобы, ну, для подписчиков объяснить, в чем есть разница. Конечно, блядь. Не весь обсир критика и не вся критика обсир. ...разно разговаривать и что-то пытать с чем мою сторону вякать. Просто посмотрите его ролики не про гитары, а рассуждения на какие-то темы. В-третьих, обсирание клипа мастера. Я конструктивно высказал, что в клипе не так. Посмотрите мой обзор на канале и сами убедитесь, что там высказал я все конкретное по делу. Ну, клип мастера говно, согласен. Вот я тут даже готов перейти на обсирание. Обсираю клип мастера, клип мастера полная хуйня была. Хуже бессмертного металла. Критику с частичным, малюсеньким обсиранием я выдаю сейчас в твой адрес, потому что ты, шакал, не заслужил уважения. Это было не малюсенькое обсирание, а это было оскорбление конкретное. Шакал это оскорбление. В отличие от групп, которым ты подлизываешься. Это уже прямое хамство. Просто посмотрите в сторону арии мастера. Я никогда не позволял себе таких слов, как идиот, тупой и прочее применимое к тебе. Упаковочная пупыка. Критика? Да. А обсирание? Нет. Но шакалу нужно... Критика? Нет. Хамство прямое? Нет. Средняя хуйня? Да. То есть вот, ну, мимикрия под критику, по сути, блядь, мелкое хамство, да. Выслужится заработать очки. О, вековная магия. Вы представляете? Волчьей семье? Живой человек? Что-то здесь запахло падалью. Поэтому он будет очернять любого, кто хотя бы косо посмотрел на предполагаемого участника его канала. Ну, ты обычно в гермашлеме такой. Вот я об этом говорил. Заметьте, эта фигня у него постоянно в роликах. Он начинает что-то объяснять, в середине предложения запинается и говорит такое. Такое. В общем, пошел я так на рыбалку, накипаюсь за удочкой, а там, ну, такое. Рассказ закончен. И переходит к другому. Такая у него доказательная база. Такое. Я твои кишки сегодня намотаю на забор из логики и правды. Готовься. Грозно прозвучало. Ну, ты берешь и обсираешь. Любого музыканта, который намного-намного крепче тебя, намного-намного легендарнее тебя. Вообще, я не... Ну, про обсирание мы уже выяснили, что Велякин тупо врет. Ну, а то, что я могу подвергнуть критике любому музыканту, это правда. И опять же, подвергнуть критике за что-то. Разбирай либо поступки. Ну, подвергнуть критике ты тоже не можешь, потому что, чтобы критиковать, нужно быть экспертом. К сожалению, экспертности в той области, в которой ты якобы занимаешься критикой, у тебя нет. И на это указывают... Ну, типа, блядь, твое собственное мастерство в этом вопросе и твой музыкальный вкус. Либо материал артиста через призму своего субъективного взгляда, конечно же. Но в болезненном представлении Велякина, музыкант, который... Какая критика через призму своего взгляда, блядь? Что за хуйня? ...лет на сцене выпускают альбомы, имеют иммунитет к любой критике. От всего критиковать его просто-напросто нельзя. Это что еще за дичь? То есть, какой бы дурной поступок Старожил не сделал бы на сцене, ну, например, как Дубинин с матами на онлайн-концерте, он неприкасаемый только потому, что много лет на сцене... Здесь я согласен с тем, что... С чего бы это... Хоть кто-то вообще должен быть неприкасаемым. То есть, почему... Ну, типа, блядь, еще раз. Сокол не занимается критикой, и в этом плане вопрос закрыт. Ну, а с каких пор кто бы то ни было не может заниматься критикой, то есть, ну, и на эту тему, собственно, с гитарными историями, там, с Димоном и с подобными какими-то чуваками, это еще срач времен, там, Фред-гитариста. Типа, Фред-гитарист как раз занимается вполне себе критикой без перехода на личности, критикой непосредственно только лишь той сферы, в которой Фред показал свою экспертность объективно более высокую. Ну, конечно, подкрепленную развлекательными словами и так далее. То есть, на эту тему, блядь, как-то приходится соглашаться. Оказывается, обсуждать не имеют права. Нет, хотя могут, если решат только хвалить. Если что, господин подлиза, то все, что делает публичный человек публично, подлежит обсуждать. Давайте, блядь, сука, доебитесь, что я подлизал, типа, Фреду сейчас. Если, блядь, Фред бы делал какую-то хуйню полную, я бы сказал, хуйня полная. Ну, если, блядь, это не хуйня. И если, блядь, большинство долбоебов, мне похуй, большинство, не большинство, там, и так далее. То есть, есть просто, ну, моя оценка. Если бы блогер выиграл злодейским преступлением у какой-то звезды что-то из дома и начал бы показывать это в камеру и обсуждать, да, мы бы могли сказать, это нехорошо, так делать нельзя. Но нет, музыкант делает публичное телодвижение, и зрители, и блогеры имеют право это обсуждать. Но Яшта называет эти обсуждения обсиранием и рытьем в грязном белье. Какой полудурок, сука. Какой прекрасный, лучезарный полудурок. Уверен, я не говорю психическую, а тоже не перестану. Веляйкин прекрасно включает лицемера. Начинает выговаривать блогерам на Ютубе, что они используют Ютуб для срачей, оскорблений и прочих нехороших вещей. Я хочу использовать Ютуб как что-то, как что-то, как, опять же, это же двигатель к чему-то хорошему. И тут же на своем канале поливает помойкой других, называя людей шакалами, чепухой и прочими прекрасными вещами. Почему же так происходит, спросите вы? Почему у него слова расходятся с делом? Потому что Ютуб для хорошего в понимании Веляйкина предназначен только для самых известных людей. Для творческих людей с меньшей популярностью у Веляйкина припасен другой Ютуб. Как раз для абсера, против которого он так активно выступает. Все, что, блин, как эта маленькая сучка. Сокол, будучи тупым ребенком в теле большого мужика. Самый главный шакал, кто впереди вот этого всего котла, самый такой вот, он весь грязный, весь облеший, потому что он в самое, в самое, ему надо в самое говно, в самое грязное, в трусы вцепоится первым. Это вот Сокол. Призывая известных музыкантов не отвечать блогерам, Веляйкин говорит. То есть сейчас Веляйкин всех блогеров назвал ублюдками, которые ради срача и хайпа занимаются подлогом информации и враньем тем, чем Веляйкин занимается сам. А тебе, Дмитрий Подлизышев, не приходило в голову, что на ютубе есть нормальные блогеры типа меня, которые всегда ставят на первое место правду, даже если... Нормальные блогеры типа меня. ХААА! ...совмещают это с хайпом. А как это? Как это так можно? Разве так можно? Я не знаю. Здорово. Он этого не понимает, потому что сам гнилой. Поэтому тот и говорит за всех блогеров, что они ради хайпа соврут, очерняк, в общем, продадут у Димы мать. Нет, все блогеры разные. Да, есть и плохие блогеры, но есть и хорошие. Но для Димы Угаждайкина все блогеры, которые не подлизываются к известным музыкантам, являются продажными тварями, которые в своих обзорах искажают факты, называют черное-белым, в общем, сознательно творят зло ради выгоды. Ты, деревня образевшая, ничего не перепутал про людей такое говорить? Если мое мнение и бывает где-то ошибочным, то это единичные случаи, происходящие в силу разных причин. Но это никак не связано со злым умыслом. Тебе может не нравиться моя прямая линия... Истинного неоткуда особо много денег зарабатывать, пишет Николай. Не знаю. Не знаю. Ну, блядь, смотри. Может быть, он зарабатывает немного, но как минимум тратит он довольно дохуя. И просто судя по тому, как он относится к донатам, даже в сотку, например. То есть я сравниваю... Ну, как стример я могу сравнить то, как я отношусь к донату в 100 рублей, и как я, если задоначен видос, ну, грубо говоря, отрабатываю, да, эти 100 рублей. И то, как это делает Сокол. То есть насколько у него, типа, такая жалкая, очень жидкая реакция выходит. И, блядь, неполноценная... То есть исходя из этого, я делаю вывод, что он прибедняется зря. Эйность. Нежелание промолчать в каких-то моментах, в которых можно было бы это сделать, или еще какие-то качества. Да, тебе может быть это неприятно, но я не массажив, чтобы тебе приятное делать. Но особенности моей личности не имеют ничего общего с той херней, которую ты несешь про меня и про других блогеров. Где что я из контекста вырвал? Где кого я обманул? Говорить надо по фактам, мистер Паралоновая голова, а не бездарно хлистать по нойке изо рта. Просто потому, что ты принял сторону обозреваемого мной музыканта. Как же меня бомбить от мудаков, которые хейтят людей без доказательной базы. Видосы в ютубе с контекстом. Контекст это все вырезано будет. Отчет слово такое. Контекст. Контекст это. Модер токен какой-то. Что происходит, я не пойму. В слове контекст нет буквы «э». Надо говорить контекст. Блять, да не говори ты, сука, за речь, долбоеб. Вот какой-нибудь сокол придет и высрится на вашу льбом. Или на ваш клик, или какой-то фрей там вас заговнит. Опять 25. Почему высрится? Почему заговнит? Зачем ты используешь эти термины? Критика это не говнение. Слово «высрался» можно допускать о блогере, который допускает прямые оскорбления музыкантов или их продукты. Например, ваш... Человек, который, блять, по слову монтирует, блять, свою речь, потому что не может ее структурировать, чтобы она без монтажа шла нормально, доебывается, блять, до речи другого человека. Не смонтированной, кстати. Шальбон или клик кусок говна. Это не критика. Это, конечно, говнение. Но когда блогер 20 минут распинается, рассказывая, почему данный клип слабый, с примерами и прочими разъяснениями, это не сранье. Это банальная критика. Возьмем мою критику мастера клип «Демон времени», за которую этот индивид с глазами с ручей утки меня с ног до головы помойкой облил. В том обзоре я... Помойкой облил. Ох, сокол, вот ты и попался. Вот ты и попался. Помойка. Место для выбрасывания отходов. Синонимы. Мусорка, свалка, помоечка. Он тебя облил местом для выбрасывания отходов. Ёбаный дизлексик. То есть, еще раз. Вот он эту помойку облил, он уже говорил эту хуйню просто раньше. Я до этого доебывался. Не доебывался, а типа как бы, блядь, ловил его на этом по фактам. То есть, человек, который, еще раз, он же не знает английского языка. Он, блядь, по-английски еле читает. Вот настолько, то есть, плохо у сокола с какими-то другими языками. То есть, он знает единственный, один-единственный язык русский. Ну, как знает? Он и его не знает. Помойка это место для выбрасывания отходов. Облить можно помоями. Есть слово помои. То есть, это жидкий мусор, грязная вода после мытья посуды, продуктов, жидкая невкусная. Ну, здесь, кстати, я не уверен даже, что это правильное значение указано. Потому что, ну, типа, по сути, это жидкие отходы. Я бы так сказал. Помоя. Облить можно помоями, а не помойкой. Так какого хуя ты, блядь, ебаный дизлексик, доебываешься до речи другого человека? Максимально уважительно критиковал. Из-за чего в то время в группе мастер разразилась такая буря и начали просто людей десятками банить. И удивление людей заключалось в том, что люди недоумевали. Сука, уже так деликатно высказался, а происходит вот это. Ролики есть на моем канале, пересмотрите. Кто не в курсе, после моего этого обзора на клип Демон Времени у меня пошел замес с Аликом Грановским, который начал строчить мне угрозы в личных сообщениях ВКонтакте. Угрозы и оскорбления и люди недоумевали от его реакции. После этого и жену Грановского бомбануло на прямые оскорбления в мой адрес. Хотя я в адрес их и их клипа ни одного прямого оскорбления не допускал. Я уважительно и доказательно размотал. Но когда дело касается известных музыкантов, у Вилейкина словно забрало падает. Вот это очень смешно. Уважительно и... как там... Как он сказал? Уважительно и доказательно размотал. Размотал. Уважительно и доказательно размотал. Но когда дело касается известных музыкантов, у Вилейкина словно забрало падает. Вокруг отняв сиральщики! Он словно залитый пойлом алкаш, которому надели нагло в ведро. Слоняется между железными гаражами, бьется в них головой и орет. Он не хочет замечать, как порой некрасиво и даже подло ведут себя сами эти известные музыканты, которых он защищает. Он просто начинает засирать меня просто потому, что я высказался на эту тему. Вот именно засирать прямыми оскорблениями. И заметьте, если на моих стримах тролли про Сопрыкина из меня все-таки выудили это слово про него обидное, ну, говнарь я сказал. И даже несмотря на то, что стримы после этого я удалял, они до Сопрыкина донесли. И вроде как бы я первый задел вот этим вот словом говнарь. Говнарь. И его обиду на меня понять можно. То Вилейкин-то меня начал обливать помойкой, когда я про него вообще ничего не говорил. Мне было неизвестно, кто это и что он делает. Он блогер с несколькими десятками тысяч подписчиков. Да, подписан на меня, но на меня подписан канал... Нельзя обливать помойкой, блядь, напишите этому долбоёбу кто-нибудь. Мне миллионники каналы писали, ну, там больше не моему блогерству респект, а респектной группе Викон. В общем, я не знал, что этот Вилейкин делает, чем он занимается. Ничего об этом я не знал даже тогда, когда он начал писать в комментариях по своими роликами. Похоже зашёл на его канал, смотрю, мужик какой-то сидит альбомов. Нет, песен не выпускает, сидит, чё-то скучно про гитару рассказывает. Ну, не моё, посмотрел и вышел. Но шло время, мои подписчики писали, писали мне, что гитарная история методично ролик через ролик про тебя какую-то хероту начинает нести, не критикует, причём именно оскорбляет прямыми оскорблениями. Хорошо, человек тыква, ты моего внимания добился. Вы, тем более, тем более, что вы в 80-х начинали рок-н-ролл, против советской красной машины стояли, против ветра и шли, на пролом. Это ж только можно, там не было прямого указания, что это конкретно сокол, было сказано, какое-то чмо. Может быть, это сокол, а может, это другое какое-то чмо. Из каких параметров такая оценочка сложилась? Я выгляжу как-то непрезентабельно. По внешности, может, заморож какой-нибудь? Нет, я забитый, робкий. Да. Вкусливый человек без стержня? Нет. Да. По шапочке легко могу прописать. Ну, блядь, типа, если называть просто абсурдную самоуверенность стержнем, меня делает чмом то, что я блоги на ютубе снимаю. Ну, как бы совсем смешно, мои песни... Нет, тебя делает чмом... Ну, да, твои хуёвые песни, твой хуёвый вокал, твои глупые, абсурдные мысли, указывать, чем именно и какие именно абсурдные, и, блядь, посмотрите любую мою реакцию на сокола. И, пожалуйста, это делает тебя чмом? Ну, хотя чмо сложно, типа, опять же, то есть, блядь, именно чмом, блядь, тебя делает? Ну, долбоёбом, скорее. Мне больше нравится долбоёб. Это уж совсем буквоедство. Блядь, а сказать «дарова» — это хуйня, и нельзя говорить «дарова», надо говорить «здорово» и посвятить этому три минуты первые, блядь, первые три минуты видоса, это, блядь, не буквоедство случайно индийский? Нельзя дать адекватному человеку послушать? Тоже нет. По музыкальному материалу уж хитов-то точно больше, чем у группы «Мастер». Бомбящий, добро пожаловать в комментарии. В чём, по твоим словам, заключается моя сможет? Что по музыкальному материалу? Точно больше, чем у группы «Машище», которое нельзя дать адекватному человеку послушать? Тоже нет. По музыкальному материалу... Полно того, чего нельзя дать послушать. Ну, блядь, лол. Хитов-то точно больше, чем у группы «Мастер». Мастер, бомбящий, Добро пожаловать в комментарии В чем, по твоим словам, заключается моя чможенность И заметь, если я называю тебя надкусанной печенькой То это все ради юмора Бля, истинный дурак, пиздец, реально Ну, для того, чтобы ролик юмором разбавить Эдит, размилки, ничего не значат Надкусанная печенька, лишь заставляет улыбнуться людей Зато... Да, и при этом ты его еще и обсирал, блядь То есть, в том числе, назвал... Блядь, как ты назвал, сука, забыл Было Почему? Несет в себе четкий оскорбительный посыл Это прямое оскорбление Ну, как большинство слов твоей речи Ты подбираешь их все время мимо кассы Когда я делал разнос Дубини Ну, короче, ловим Если еще раз скажут именно оскорбительное что-то Младшего на стриме То есть, сын Дубинина пришел к Диме Виляйкину на гитарную историю И там они вместе полоскали меня Ну, и какие-то другие темы обсуждали В этом обзоре я назвал Дмитрия Виляйкина тупой деревенщиной За что пару человек в комментариях мне написали Ты че называешь его тупой деревенщиной, потому что сам в городе родился? Что тебе сделали родившиеся в деревне? И я такой Вы серьезно? Это что, реально нужно объяснять? Что реально должно быть в человеке в голове Если он на самом деле считает Что я считаю людей, родившихся в деревне, тупыми Если ты употребляешь слово деревенщина как оскорбление Значит, ты считаешь, что родиться в деревне Это, блядь, быть тупым Ну, типа, так это и работает Алло, ку-ку, прием Ябалай Типа, блядь Почему на Твиче, например, в качестве оскорбления Запрещено использовать слово даун? Потому что тем самым ты оскорбляешь, блядь, людей с этим синдромом То есть ты их приравниваешь к чему-то, там, плохому, низкому, там, не знаю, жалкому и так далее Сказать тупой, блядь Еще раз, опять же, это вот из всех оскорблений в мире ты выбрал тупая деревенщина Блядь, будучи куда более подходящим под это понятие Не важно от того, родился ли ты в деревне или нет Но, типа, в силу, блядь, максимальной провинциальности твоего мозга, хуй знает Блин, на самом деле есть такой прикол, что даже сами, короче, люди, живущие в маленьких городах Могут, типа, друг друга называть Ой, это вообще колхозница, типа, это колхозник, это очень забавно Вот, то есть они спорят, кто из них больше деревенщины Деревенщина это простоватый, грубый, неотесанный человек Ты только что, долбоеб, блядь, обосрал всех, блядь, родившихся в деревне Потому что деревенщина Ну, давайте посмотрим еще раз Давайте, что, может быть, я ошибаюсь Может быть, сейчас зайду в словарь И, типа, это Вики Словарь. Житель деревни. И причем, ну, как бы это, как объяснить? Это как, вот, допустим, доказывать, что хач, это не оскорбление, там, не знаю, блядь, армян. Это, блядь, просто вот, типа, там, выходец из Кавказа, который, там, при этом, блядь, ведет себя культурно не приспособившись к, не знаю, европейским устоям. Но, блядь, говоря хач, ты в любом случае оскорбляешь всех, типа, всех, тех, кто подходит под это понятие. То есть, само слово деревенщина, оно, блядь, оскорбительное, это, ну, пренебрежительное название жителей деревни. То есть, как этнофализмы бывают, типа, там, пиндос, чухня, пинзюк, или, там, что-нибудь такое, да? Вот это та же самая поебень. Просто сам факт употребления этого слова говорит о том, что ты, блядь, типа, не уважаешь уроженцев деревень. В каждой деревне есть деревенщины, а есть просто жители деревни. Да, в каждой, блядь, Армении есть просто армяне, просто, а есть еще и хачи, блядь. Типа, так же тоже можно рассуждать, наверное, блядь. Или есть пидоры, а есть геи, типа, и ничего оскорбительного злой пидор нет. Блядь, ну, я не знаю, ну, че это, блядь, ну, чувак, ты, блядь, ебаный уши травыебаный. В городе есть те, кого можно деревенщиной назвать, ибо такие люди своим поведением, суждениями, речью заслужили такое название. Они подходят под этот образ. Веляйкин подходит, вот он, защищая таких музыкантов, как Грановский, называя меня чмом, совершенно выпускает из вида сами поступки Грановского. Потому что Алик со мной и с Фредом гитаристом начал вести себя, как те самые цензоры из Советского Союза, с которыми он боролся 30 лет назад. Чем Веляйкин, собственно, и восхищается сейчас. Он не видит, что Грановский делает, не хочет видеть. Ибо любая хрень, творимая известным музыкантом, сразу же прощается. Ну, тем более то, что Грановский предал, походу, свои идеалы, судя по некоторым постам. И теперь топит за то, что что-то там надо запрещать. То есть он максимально переобулся. Если ты решишь это обсудить, то ты сразу превращаешься в чумо, с Ютуба. Почему? Потому что музыкант уже 30 лет на сцене. Когда Грановский угрожает мне судами за критику его клипа, за то, что мне картинка не понравилась. Когда Грановский на мое крайне уважительное общение с ним в личке, называет меня лгуном, оскорбляет меня, и говорит, что я лгу про группу «Мастер», и на мою просьбу привести хоть один пример, где я солгал про группу «Мастер», не может ни одного примера привести. Приведи пример, где я, блядь, солгал. Когда Грановский топит за принятие закона, которое позволит наказывать людей за шутки в интернете, когда Дубинин кроет Житникова матами на сцене, все это в голове... Блядь, ну вот, пиздец, он смешивает правильные доебы, то есть до Грановского, который что-то там вообще ебу дал реально, походу, под это, седина в голову без ребро, и, блядь, Дубинина, который мотюкнулся и мотюкнулся, блядь. Типа, алё, мат — это профессиональный джаргон музыкантов. Музыканты разговаривают матом. В том числе и, блядь, группа Ариана, которую ты так дрочишь, они между собой. Ну, есть Кипелов, который, ой, блядь, мат, мат это там хуят, я не знаю. Вот у него такие принципы, один-единственный он и есть. Все остальные, музыканты, техники, блядь, гримеры, я не знаю, кто угодно, просто, в шоу-индустрии, это... Я буквально могу вам объяснить, что это, ну, так это и работает. Типа, люди могут петь песню максимально, там, какую-то о любви, там, о чём... Мне кажется, Стас Михайлов, там, он поёт, допустим, и сказал, «Для тебя рассветы и туманы...» Да ёб, блядь, сука, ты хуй на ту ноту играешь, блядь, заебали, заново, блядь, пишем. «Рассветы и туманы для тебя...» Или что-нибудь типа «Хлопай ресницами и взлет...» Блядь, ай, сука, струна лопнула. Ёбаный в рот. Это... Типа, не жаргон, я не знаю, как объяснить. Это, ну, профессиональный язык. Никто не говорит звукорежиссёру, «Ой, принеси мне кабель, там, вот тот XLR для подключения в DVI, там, хуефон». То есть, говорит, «Дай вот эту хуйню, бля, перед книгой, блядь». Типа, ну, алё, я работал в клубе, я знаю, о чём говорю. Я много музыкантов выступал с кем, был в гримёрках, алё. Я вам не понял. Представляете, им можно всё. А кто на их поведение покажет пальцем, но неподобающее поведение покажет пальцем, он чумо. Вот такой у нас ведущий канал о гитарной истории, вот такой у нас морально-этический кодекс. Как я, например, сейчас всё хочу... Кто играет в кавер-группах, может быть, или кто... Может, ну, подтвердить мои слова как-нибудь, можете в чате подтвердить, пожалуйста. Если бы ты хотел использовать YouTube позитивно, ты бы не оскорблял прямыми... Манова ругаются матом, ебать, ну... Ну всё, ну иди нахуй просто, ты в футболке людей, которые ругаются матом. Чё ты пиздишь тогда? Оскорблениями менее известных медийных личностей. В угоду более известным. Если бы ты, Вилягин, действительно этого хотел, то не сидел бы сейчас перед камерой с лицом потасканной черепахи и не записывал бы этот ролик. Если бы ты не лицемерил, ты бы записывал одни позитивные ролики. Но почему... Так, в пиксели стрим ушёл. Сейчас, сейчас, ребят, смотрим. Вроде не лагнуло. Давайте продолжаем. Понимаем человеческую психологию. Ну, типа, если ты оскорбляешь сокола на своём канале, то, может быть, это дойдёт и до Алика Грановского. Или Дубинина. И, возможно, они придут к тебе на стрим. Ради этой гипотетической возможности продвинуть свой канал и закорешиться с известными музыкантами, неопрятная Помидорина будет неистово лизать жопу всем динозавром рок-сцены. И ему плевать на правду, на справедливость, выгода, которую он, гипотетически, получит в будущем, перевешив... Или у нас в Кровавом Рифе. Вырву своё сердце. Тони заебал, чё ты, бля, играй, я тебе говорю, на октаву ниже, блядь. Я тоже музыкант, и у меня тоже есть один альбом, который, кстати, не стыдно ставить рядом с рисками. Но я не такой известный, поэтому, выбирая из двух условно враждующих сторон, Веляйкин всегда выберет более известную. Но что же будет делать Веляйкин, когда случится конфликт двух равноизвестных музыкантов? Например, Ария Кипелова. Кого же в таком случае выберет Веляйкин для жополизания, а кого для оскорблений? То есть я встрял уже между Кипеловым и Холстининым, да? В второй части сказал, что у вас отношения ухудшались... Ну, подловил, забавно, надо признать. ...химеры, там что-то из-за одной песни вы поссорились из-за какой-то, и вроде как у вас только потом хуже и хуже, ну, я не знаю, если не хочешь, не говори, не комментируй это. Если не хочешь, не отвечай. Блядь, это уважение к гостю, который пришёл к тебе на стрим. То есть если ко мне человек приходит в гости на стрим, на гостевой, вне зависимости от того, были до этого какие-то конфликты, высказывания, ещё какая-то хуйня, а просто из уважения, поскольку человек вышел с тобой на диалог, ты его не говнишь. Очередь, блядь, ну как минимум мы посмотрели за 55 минут, 30 минут только этого, и нам ещё досматривать. Кроме этого нет очереди. Влез. Влез. Охеренно влез, прям ворвался между двумя метрами. Вот это напор. Увы. Ставим пока на паузу, ждём прогрузку. Охеренно влез, прям ворвался между двумя метрами. Вот это напор, вот это смелость. Я не знаю, ты если не хочешь, не говори, не комментируй это. Насколько ничтожный человек. Вы поняли, что произошло? Он не принял ни одну из сторон. Он просто пересказал Холстинину фразу Кипелова, которую он высказал в своём видео. Всё. И хотя Арицы и Кипелов критиковали друг друга в своих видео, увеличили... Это уважительное отношение к гостю стрима. ...кина, тут вообще ни одной претензии никому нет. Его всё устраивает, ну это же метры делают. Но как только критику высказывает кто-то мне неизвестный, он сразу же становится... Народ, я сразу вас предупреждаю. Если, например, ко мне придёт в гости каким-то хуем ненавистный мне человек, я внезапно не буду... Блядь, ко мне макляка приходил в гости стримов. На стриме, на гостевом хуесосинг не происходит. Типа... Это, ну, я не знаю, правила приличия такие, может быть, ну... Так как-то облагается. А метры твои любимые, они друг друга не на ютубе критиковали? Нет. Тут увеляйки на всё нормально. Пока метры фигачат друг друга, шакал тихонечко стоит в стороночке и не тявкает. Стоит себе подаль и наблюдает. Как же мерзко. Ну, столько не сука, сука, он, блядь, не шарит. Все твои рассуждения я располосовал и выпотрошил, как несостоятельные. Критика сводится к тому, что сука мешает и сука в гермошлеме. Доказательная база нулевая. Рассуждения дырявые в них нет последовательности и логики. Зато есть лицемерие и трусость. Услышать от меня, что сокол не собирается тебе никаких ответок делать, и только после этого начать на регулярной ослове поносить меня на своём канале прямыми оскорблениями. Поносить, поносить, там ударение сами ставьте. Это мерзень. Ну, конечно, блядь, мы постоянно сами за тебя ударение ставим. Какое желание выслужиться перед вышестоящими по статусу. Если бы мы с Грановским поменялись сейчас местами, и Грановский бы записал в роли о моём клипе с критикой, а я бы возмутился. В черепах тортила, тогда бы сейчас срала Грановского, а меня бы... Блин, надо что-нибудь поплотнее застегнуть. Вилякин, расчётливый упырь. Тру ютубера, потому что я ж только что сказал, у нас нет ни образования, ни этики, ничего. Как ты задолбал, не стечусь. Этой тупниной, кстати, он постоянно унижает всех блогеров. Это один из главных его перлов, которые я слышу уже в нескольких его роликах. У ютуберов нет ни образования, ни этики. Итак, образование и этика. Какое тебе нужно образование, чтобы высказать свою точку зрения? Судьба всего человеческого... Ну да. Мне интересно, педагог чего, Сергей Сокол? Бля, я буду просто истерично смеяться, если русского языка, например. И после высказывания своих мыслей на камеру ценности... Реально, мне теперь очень стало интересно, в какой сфере педагогическое образование. То есть он педагог чего? Типа общий начальных классов? Или, блядь, он в каком-то из школьных предметов, скорее всего, хорошо разбирается? Это может быть география? Мне прям реально интересно, в чём Сокол разбирается? Их суждений гораздо ниже тех людей, которые сделали... Может быть, кто-то знает. Пятьсот, насрать, поиск. Ребят, сорян за пиксели, но работает и работает. Этот обветренный карасик будет что-то про этику говорить? Когда мне неизвестный музыкант начинает открыто правду говорить, и ты начинаешь его поносить на своём канале, поддерживая более именитого. Несмотря на дичь, которую творит этот более известный, это твоя этика. Говорит, что хочет использовать YouTube для хорошего, а сам поливает прямыми оскорблениями меня и того же Фреда. Выбирать вместо справедливости Лизаблюдство твоя этика? Лизаблюдство, заискивание, прислужничество, угодничание под халимаш. Человек даже сам не верит в то, что говорит. Посмотрите в эти растерянные глаза. И он половину ролика говорит с таким топлофельцем. Понимаете, он сам не верит в то, что говорит. Человек, который на самом деле верит в свои слова, с таким лицом информацию не подаёт. Ну физрук, кстати, да, может быть. Есть люди, которые мыслят последовательно и логично. Есть люди, у которых логические цепи надорваны. А есть залежалый кабачок с канала «Гитарные истории». По логике этого индивида получается, что учитель, который работает в школе 15 лет, это профик, а который работает один год, ну это так, не пришей кобыли хвост, а частный преподаватель, который в школе как бы не работает, но идеально знает свой предмет, и который преподает, он тоже херня. Но гитарным историям нужны какие-то бумажки, подтверждающие статус профессионала. Нужен стаж в работе. Уехал в Америку на ПМЖ, а совковое мышление увёз с собой. И вот мы видим то самое старое доброе время, где человек без бумажки вроде как и не человек. Ну, придётся соглашаться с фистинным магом на эту тему, потому что, как минимум ещё потому, что, насколько я понимаю, что Димон «Гитарные истории» по той же самой логике, ну, типа, вряд ли может особо рассуждать, допустим, про игру в коллективе, потому что, насколько я понимаю, он в группах-то не играл никогда. Типа, не в обиду будет сказано, и понятно, что, блядь, возможностей там не было, и так далее, и тому подобное, и то сё, и т.д. и т.п. Но это уже, типа, очень сильно снижает его экспертность в вопросах, как-то связанных с игрой в коллективе. Так, упало, 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 упало. Пошло. Помни, профессионал — это не наличие каких-то бумажек, должности, статуса и стажа. Он правда без рук, пиздец, лава. Профессионально делает свою работу. Будь то гитарист или плотник, регалии и стаж — это фуфло, которым забивают голову таким, как ты. Я от него, чтобы многие пидоры были нормальные, нормальные. Блядь, прикиньте, какой он в жук хитровыебанный тогда реально. У меня высшее педагогическое образование. То есть, блядь, вот насколько физрук, насколько человек вот, это называется, хитровыебанный себя подает. Я даже не знаю, как это вот прокомментировать. Я должен сказать, я... Бля, физрук из этой, из перми, бля, может он этот, на самом деле, из сериала «Физрук». Который полностью перестраивается личность под некий усредненный параметр, как только он включает камеру. Да на Лурке статью удалили, наверное, про Сокола, потому что там многовато чести. Протит тупить, стыдно смотреть. Слушай, а что значит «удалили»? Типа, я не знаю, как работает конкретно Лурк, но в Википедии, даже если статья удалена, то остается этот... Блядь, как же она называется, эта хуйня? Ну, короче, удаленные варианты остаются. Ты блогер на Ютубе, это личность со самими плюсами и минусами. И один блогер не похож на другого точно так же, как и... Вот, есть «Не осилили» и «Сергей Сокол». Есть, давайте посмотрим. ...люди в других профессиях. Поэтому, аудитория, вы можете свою лепту сюда внести. Вы смотрите своих ютуберов. Вы видите, что они дичь несут. Ну, не несите эту же дичь куда-то в следующий канал. Аудитория, напишите, пожалуйста, этому среднестатистическому выхухолю, что он дичь несет. Блядь, ну, кто сказал, что он говорит про всех блогеров на Ютубе? Где такое, блядь, было? Про всех блогеров на Ютубе. Ничего нет, не осилили. Ай, блядь. Финстергайст переименовал участник... Чё? Сейчас попробую найти. Должна же быть. Вот, есть, смотрите. Есть в статье... Не осилили. То есть, они всегда же сохраняются. Ну, ты надо стоял после дороги, что-то там, что-то тёртым, орал там, да, ну, ну, шум не внимания. Сернякей, там написано. Какал, сракал. Как самосват, истинный мага, истинный макак. Так, седой мальчик, блядь. Так. Рапунцель, седовласка, виконторождённый, курёнок, блядь. Род деятельности, сокол. Опять всех чешет под одно. Валера из похоронки. Приятно познакомиться. Меня сокол зовут. Внимание! С этого самого момента прошу всех запомнить новое прозвище Дмитрия Вилякина. Теперь плюсом к уже имеющимся погонялам он Валера из похоронки. Понимаете, к нам такое соотношение должно быть. Ну что ж, никто тебя за язык не тянул. За других, конечно, говорить не стоит, но раз ты сам предлагаешь так к себе относиться, то объявленница сегодняшнего дня из его согласия, из его же подачи, Дмитрий Вилякин объявляется про бандой брод. Итак, если кто-то спросит, кто же это облинившая помидорка, смело говорите. Это местный, сумасшедший, орущий у дороги, Валера из похоронки. Закрепили? Двигаемся дальше. Вы видите, рыло ютуберов у себя на экране, это клоун, развлекательный контент, всё никак не заигрывает. Ну что ж, запишем ещё один самопровозглашённый титул. Валера из похоронки, теперь у нас ещё и клоунская рыло с ютуба. Кстати, все остальные блогеры, которые думают про себя точно так же, огласите где-то это в своих роликах, чтоб, ну, аудитория знала, ну и не боялась быть забаненными. Я, конечно, с этим не согласен, но хозяин-барин. Наградил себя такими регалиями, нам не сложно. Теперь будем обращаться к подобным клоунам именно так. Прикиньте уровень бедлячества этого клоунского рыла с ютуба. Выговаривая мне за мастер, оно, это клоунского рыла с ютуба, считает, что за разговоры и рассуждения о плохой киношности картинки в клипе музыкальной группы за это нужно бить ногой в кадык. А что такое удар ногой в кадык? Ну это как бы смерть. Как вам так? Почитаешь, с меня донат. Ну, бля, когда, это, долгани у кого-нибудь денег и задонать, тогда читанём такое. Такое. Смерть за рассуждения о плохо размытом заднем фоне. Чувствую ауру, было дурка. И слова-то какие хлёстки ногой в кадык. Но прям Путин в деле. Мочить в сортире рассуждения неадекватного больного человека. Если бы я, к примеру, подошёл к Алику Грановскому на улицу и в лицо бы ему сказал, что ты, Алик, например, кусок говна, я так не думаю. Но если бы так сделал, за это мне можно было бы дать помолвий. Ну, ударить просто там по лицу, но никак не с ноги в кадык. Но другой пример. Если бы я встретил Алика на улице, подошёл к нему и начал бы ему рассказывать о его плохой картинке в его клипе. Или о его отвратительном посте, о поправках, которые он хотел бы, чтобы... Ну, всё равно можно было бы сказать, это ебись из меня конч. Принятый. Максимум, что адекватный человек в этой ситуации мог бы сделать это сказать. У меня нет желания слушать твоего мнения. Идите лесом, господин хороший. Всё. Но запотевший хомячок в своём яростном желании подлизаться к новому известному музыканту говорит, что за подобное человека нужно убивать. Ну, не придурок ли? Ну, может, тебе тогда стоит какой-то свой ролик посмотреть? Ну, хотя бы даже этот. Я тебе гарантирую, удивишься. Объясняю местному сумасшедшему, орущему у дороги. Али Грановский опубликовал у себя на своей странице в ВК сообщение, пост, в котором он говорил, что хотел бы, чтобы приняли некие поправки по цензуре. Номер поправок и сам текст можно посмотреть в моём ролике на моём канале. Кто называется? Али Грановский из группы Мастер хочет забрать нашу свободу слова. Ну, вот так. Ну, как бы не только свободу Сокола, а свободу, как для всех, но что бы ни сделал этот известный музыкант для клоунского выла с Ютуба, это не является чем-то прорицаемым. Он будет всё равно лизать задницу Алику в надежде, что он его заметит. И он обязательно заметит и придёт к нему на канал, если уже не пришёл. Я не слежу. Ладно, всё такое. Какое такое? Лизать задницу Алику, лизать аналик Алику. Заметили эту тупнину? Он очень часто использует этот приём, когда понимает, что в голове нет ни одной мысли. Дважды два. Отвечать быстро, не думая. Ну, такое. Какое-то такое. Здорово. Снова букву займы где-то потеряли. Кто это тут у нас сидит обстриженным катусом? Ты мой хороший. Гитарку в руки взял. Заметили, насколько неуверенным выглядит этот чел? Чел понимает, что сейчас он будет нести тупую херню и вылизывать дубинину зад, естественно. Поэтому психологически берёт в руки какой-то предмет. Бля, было бы удивительно, если бы сокол разъебал. То есть, если бы был хоть один тейк хороший. Хоть как-то отделит его от камеры. Читай между строк от зрителя. Так, нечистым на руку людям становится комфортнее психологически. Да, его канал о гитарке. То есть, у него, понимаете, в чём прикол? Как всегда. Он рекламирует, типа, вот, сейчас я его уничтожу. Я разъебу. Это будет такой масштабный, блядь, просто видос. Я готовлю сценарий уже полгода. То есть, понимаете? Он нагнетает, нагнетает эту эпичность. А в итоге... В лужу прям так, хоп. И всё. И, типа, как бы... Я не знаю. Я... Давайте так считать, что сокол нагнетает эту эпичность. И ожидать это всё стоит лишь только потому, что это будет эпичный материал для того, чтобы Моисей Великанов этот материал разъебал. Я думаю, что вот так можно это понимать. И когда он в ролике помимо каких-то своих слов что-то на этой гитаре играет, то наличие данного инструмента в руках в кадре чем-то обусловлено. Но не тогда, когда вы совершенно точно знаете, что сейчас в этом своём видео вы на этой гитаре играть не будете. И будете только рассуждать на отстранённую тему, никак не связанную с гитарной игрой. Зачем... Бля, на самом деле, да, меня веселит вот это вот. Типа, гитарные блогеры многие музыкальные, они... Да и за Фредом что-то подобное тоже иногда было подмечено. То есть, берут гитару в руки просто, ну, чтобы, типа, как показатель того, что ты музыкант. И сидят с ней и рассуждают о чём-то, блядь, не знаю. Видимо, чтобы все не забыли, что ты гитарист или что-то. В руки вообще что-то. Представьте, что у вас YouTube-канал о кухонной утвари и готовке. Но время от времени вы записываете другие видео на этот канал со своими рассуждениями, которые к кулинарии, ну, никак не относятся. Рассуждения на отстранённую тему. И вот, вы высказываете своё мнение о некой конфликтной ситуации, произошедшей в мире, где-то в другой стране, быть может. Берёте в руки кухонный комбайн и все свои философские изыскания производите в камеру с этим предметом в руках. Ну, тут согласен, забавно. У него в кадре уже 4 гитары, но он зачем-то берёт в руки пятую. Идиот! Может было вообще... Ну да, хотел разнос, в итоге понос. Найти на помойке старую коробку от стиральной машины... Да, согласен, честно, Silent Blue, что тут настолько хуйня, что даже моя реакция не сильно спасает, к сожалению. Вот в чём дело. Согласен. И вещать оттуда, так тебе будет ещё более комфортно. В этом видео он будет высказываться о скандале Арии, произошедшем на их онлайн-концерте, посвящённом 35-летию. Ну как? Индийский пишет, Димона слишком просто разносить, Димон сам себе срёт на голову. Я, может, даже согласился бы, но Сокол-то этого не сделал. Ни разу. То есть были... Ну, за 50 минут чуть-чуть что-то, где-то как-то вот вроде бы... Чуть-чуть-чуть... Так чуть как-то, ну... Чуть-чуть-чуть-чуть. То есть вот то, что я делал миллиард раз там уже в своих реакциях, видосах, то есть тут ноль новых мыслей, ноль каких-то убойных просто, блядь, таких вещей. То, что в разносе... В разносе Сопрыкину было хоть чуть-чуть, этого здесь нет. Вот в чём вся печаль. Если там на Сопрыкино было как бы... Были интересные тейки, здесь, к сожалению, исключительно светлая печаль. Как высказывается, лизать, дубить и нузах. Ну, и как водится, поливать меня помойкой и тупить. И Сокол. И как погнали, и Сокол. Я думаю, что ж такое? Пить помойкой, блядь. Я на Сокола подписан, даже смотрел, как-то, ну, детский садик там, конечно, меня напрягает. То есть Сокола надо смотреть как большого ребёнка. А почему вы это утверждаете, господин хороший? На что опираетесь? Можете объяснить? Без всяких-безсоких там совсем других. А если, кстати, пить голоса поменять, то сразу мысль становится тупее. Вы знали, если что? Да других-безсоких. Не, ну вообще, красавчик. Объяснил, конечно, чётко. Без всяких-безсоких там совсем других-безсоких. Полёт мыслей впечатляет. Нужно только в это немножко вникнуть сейчас, а то так сразу наскок-то не осилить. Так, давайте ещё раз пробежимся по этим причинно-следственным связям. Просто так ёмко сказать о природе человека и его развитии сможет не каждый. Юристы, адвокаты, прокуроры, возьмите на заметку. Судья, когда будете выступать. Итак, сначала идёт обвинение. Сокол. Это детский садик, меня, конечно, напрягает смотреть как большого ребёнка. Далее идёт блестящее умозаключение. Внимание. Без всяких-безсоких. Ну, вступление мощнейшее. Так, чё, прости? Я чё-то немного потерял мысль. Совсем других. Чё-то я не пойму, чё происходит вообще? Проедаться. Я чё-то нифига не въезжаю. Без всяких-без всяких там совсем других. Проедаться. А, понятно. А сегодня, в завтрашний день? Сказочный долбоёб. А чё, так можно было, что ли? Я как всегда говорю, что когда вы видите, что ютуберам что-то в камеру говорит, когда вы видите рыло ютубера в камеру, ни в коем случае не берите его как там вообще никакую там источник. Не только лишь все. И у нас нет ни журналистской этики, у нас нет ни журналистского образования, у нас нет ни редакции, как... О, опять старая песенка про этику и образование. А пропагандисты, которые втирают дичь на федеральных каналах, когда врут, это нормально тебе? Устраивает? У них же и образование есть, о котором ты говорил. И редактура, о которой ты заикаешься, тоже присутствует. Всё пучком. Чем? Насчет ссыкла я не понял, Тейк. Я не вижу, где кто-то чего-то зассал. То есть, ну, ещё раз. Про любое обвинение в том, что кто-то ссыкло, у меня были бесконечные уже приколы. И, то есть, я так как бы и Табачникова, и Опарина, и Ряженку, и всех можно подтянуть под понятие ссыкло, если... И Сопрыкина, конечно. Я всех их подтянул, прекрасно. Уже повторять свою телегу не буду. Насчет Жополис, это, типа, прикольный тейк. Это норм-линия для того, вот если ты хочешь, типа, да, Димона подъебать, то, наверное, может быть, от этого можно плясать, но это не новая мысль, во-первых. Во-вторых, мало, типа, пруфов, что ли, этому. То есть, мало вещей, которые обличают Димона как, типа, Жополиза. То есть, хотя бы можно было найти там фразу, типа, надо молиться на Кирка Хаммета и повесить в туалете, там, его себе, не знаю, как на икону. Ну, то есть, такое. Ну, и плюс с Жополизанием, как, сами понимаете, для меня эта тема тоже близка, меня в этом тоже обвиняли. Я знаю, типа, блядь, что люди называют Жополизанием. Поэтому, ну, для меня это не тейки, конечно. Ну, как по мне, так ты сам себе противоречишь, потому что, если человек смеется до соплей, которого, кстати, у меня не было, то, скорее всего, это смех искренний. Обращаюсь ко всем моим зрителям и всем дебильчикам, которые мне тоже писали про наигранный смех. Просто попробуйте посмеяться так, чтобы у вас слезы из глаз пошли. Как по мне, то такое не под силу никому. Ну, кроме что, разве что? Ну, думаю, есть, а кому под силу, во-первых, раз. Во-вторых, если огромное количество людей пишет тебе, что смех наигранный, значит, он выглядит как наигранный. То есть, стоп, сейчас. Бля, если честно, вот тот интернет, который сейчас, относительно того, который был там вчера-позавчера, вот такой, который иногда падает, да? Вот на секундочку. Это меня, ну, более-менее устраивает. Пускай он будет хотя бы вот более-менее стабильный, иногда чуть-чуть падающий. Но не так, что на миллион лет лак, и ты охуеваешь от того, что зрители разбежались, и ничего не можешь поделать. Это пиздец всегда просто, блядь, как ножом по сердцу. Смех выглядел как наигранный, и, скорее всего, хоть там может быть Соколу и было действительно, типа, чуть-чуть с этого смешно, это, ну, как вам объяснить? Кто, может быть, в компаниях, если вдруг у моих зрителей есть друзья какие-то, вы бываете в каких-то компаниях, мега зашкваркающих. Вот это да, бля, индийский! Ну, так ты уже, получается, одним своим комментом сейчас больше Димона разъебал, что называется, чем Сокол за 45 минут, за 45 с половиной. И все? Вот этот, то есть, если бы ты вот этот момент указал, нашел, что вот это, пиздец, типа, стыдный двойной стандарт момент. Или даже у меня был гостевой стрим с Димоном гитарной истории, и, типа, там что-то все началось, по-моему, с того, что был подкол, ну, типа, Димон указал на то, что ему не нравится, что его подкалывают за какую-то хуйню, и я сказал, что, типа, ты же тем же самым занимаешься, подкалывая, там, вот этого за вот это. Я забыл точно, в каком контексте это было, можете найти, поискать, пересмотреть. И, типа, даже Димон сказал, что, а, это ты меня подловил, конечно, да. Типа, вот так, что, ну, даже вот тот тейк, и то это, хотя это было сказано, ну, так, типа, и на стриме, где, естественно, еще, как бы, к гостю нормальные отношения. И, блядь, ну, это, я больше разъебал Димона, блядь, типа, чем Сокол здесь. То есть, он, типа, его пообсирал, что называется, просто поплевал помойкой здесь Сокол. Но нет тейков. А вот это, вот, как бы, это был хороший тейк в чате только что. Так. Что он говорил сейчас? Я сбился. Вы что, попробуйте посмеяться, так, чтобы... А, насчет смеха. Мы обсуждали смех. Бывает в компании, допустим, человек, вот, ну, вот ты прям чувствуешь неискренность и ловишь с этого вот такой вот испанский стыд, кринж, как говорится, да? Когда человек, ну, типа, пытается переиграть свой смех с какой-то целью. То есть, это делается либо для того, чтобы, как бы, показать, что, ну, да, о, ёб твою мать, там огромное таракань еще у меня, блядь, ползет по спине. Сейчас мне его надо ебнуть пойти. Значит, ой, типа, блядь, пиздец он меня пугает. Ладно, дайте мысли договорю. Значит, ну, типа, ты пытаешься влиться в компанию, кто-то шутит, и все вроде как смеются, и один какой-нибудь такой, в фильмах такая сцена была много раз, типа, Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха И типа он один уже смеётся, остальные на него смотрят, типа Ты чержёшь Вот такое же ощущение было от Сергея Сокола Так, теперь, господа, я соряюсь, надо Бля, ладно, давайте, даже ради прикола не буду ставить на паузу Слёзы из глаз пошли Э-э-э-э, подожди Что такое? Не по силу никому, ну кроме... Бля, слёзы из глаз пошли Сейчас, сейчас Ой-лю-лю, какая здоровая хуйня Смотрим соколы про Димона, ну как бы шо-то хуйня, шо это хуйня, это обе хуйни такие, шо я бля ебал и ё-мо-мурок бля. Бля, чуваки, пиздец, он, я его не ёбнул, он отвалился от стены раньше и упал куда-то на кровать, сейчас стараюсь паузу. Бля, капец, я пересрал, сука, и не добил его в итоге, ну, отстойная херня, да, реально хотел без лагов стрим посмотреть, походу, тут вот такая подстава, это сокол смотрит на него где-то там, блядь, реально, надо в следующий раз, если будет, надеюсь, тфу-тфу, ну нахуй, блядь, типа. Я сфоткаю, чтобы показать, что это вообще за пиздец было. Просто попробуйте посмеяться так, чтобы у вас слёзы из глаз пошли. Как по мне, то такое не под силу никому, ну кроме, что, разве что, самым крутым актёрам. У меня, как вы знаете, актёрского образования нет. Дырявые вбросы куриные подмышки снова оказались пустым стрясением воздуха, предназначенные лишь для того, чтобы забить тайминг ролика. Там, я не знаю, кто не тронул пару раз в этом. Серьёзно? Оцените уровень бедлячества и ограниченности, он даже шутить не умеет. Просто видя какое-то забытие, Веляйкин как старый опошенный маразмом дед. Бля, а ты умеешь шутить, типа, ты хочешь сказать, или чё? Местные скабрезности. Шутки из области. Нагнул шнурки завязать, пёрнул. Засунул руку в карман, играешь с пицуном. Там ничего не увидишь, там чисто напор такой, что вот он ржёт и хочет, чтобы вы что-то поняли, чтобы вы на его сторону. Я начинаю всерьёз подозревать, что у него не всё в порядке с кукухой. Он утверждает, что мой план был такой. Ржать весь ролик и ничего не объяснять. То есть, так провести всё видео, все 10-15 минут, это, по его мнению, может кого-то склонить на мою сторону. В голове моей Адюки, да, да, да. Просто 15 минут смеха в камеру? То есть, местного сумасшедшего, орущего у дороги, Валеру из похоронки, куча его подписчиков просила высказаться на эту тему. На тему онлайн-концерта Ари, где Дубинин материл Житникова. Высказаться по моему ролику с обзором на это. Вместо какого-то реального разбора моих слов, значит, что он сказал? Сокол там только ржёт. Подождите-ка, это что? Где-то градус лицеверия повысился. То есть, человек не просто не посмотрел мой ролик от начала до конца. Он даже не ткнул в начало, в середину и в конец, чтобы убедиться, чтобы я реально, типа, ржу весь ролик. Если он реально считает, что такое мнение его может прокатить, то он реально глупый. Ну, либо таковыми считает своих зрителей. Но, как мне кажется, здесь вообще третий вариант. Он посмотрел мой ролик от корки до корки. И после того, как я проржался, с моими доводами и сознанием скомканного конвертика сделать уже ничего не смогло. Ибо они логичны, остры и, самое главное, справедливы. А провернуть мои правильные мысли было нечем. К дуберину нужно было подлизаться. Оставалось одно. Сказать, что сокол там весь ролик ржал. Называется «Здравствуйте, маменька, пока мы к вам...» Там не было сказано «Весь ролик ржал». Было сказано «Там только ржешь». То есть, блядь, когда говоришь... Еще раз. Ебаный долбоеб не знает свой собственный родной язык. Не знает фразеологические обороты. Как они употребляются. Какое значение у них на самом деле есть. Когда ты говоришь, что человек только что-то там делает, это имеется в виду, что из интересного того, что происходит в этом ролике, только... Ну и то, как интересно. Из того вообще, что стоит упомянуть. Я не знаю, блядь, как это объяснить. То есть, если, допустим, скажу... В этом ролике Сокол только сказал, что Димон Джаполис. Я не имею в виду, что он все 50 минут говорит, что Димон Джаполис. Я имею в виду, что единственное, блядь, что вообще можно хотя бы посчитать хоть какой-то мыслью, это то, что Сокол сказал, что Димон Джаполис. Вот. Так это, блядь, работает у нас в русском языке, Сергей Сокол. Я не знаю, блядь, какой твой родной язык. Может быть, там, типа, какой-то Соколиной, типа... Блядь, но в русском языке, когда мы употребляем слово только, имеется в виду, что... Ну, типа, блядь, то, чему смысл можно придать. Точно так же, когда Димон... Блядь, это не только, это не значит исключительно. Только не синоним слова исключительно. Блядь, хотя даже провериться-ка хочу теперь. Только Вики Словарь. Ну-ка. Не более чем. Не больше чем. Ты там, ну, просто ржёшь и всё. В смысле, просто, допустим. Сокол там просто ржёт, например. Или Сокол там... Ну, короче, блядь, пиздец, блядь, я ебал. Добирались, нас детишки на улице, какаха измазали. Идём дальше. Сейчас вы угорите, потому что он сейчас будет объяснять, почему Дубинин на самом деле кинул стойку. Там поёт Михаил Житников, и там он должен петь припев, я так понимаю, два раза. И там идёт бак-вокал за ним. И вот он один не спел. Есть, да, второй смысл исключительно единственный. Но, сука, ну по контексту, наверное, очевидно, что, блядь, смысл был не в том, что Сокол исключительно ржёт, и кроме этого ничего не происходит в ролике. Сука, теперь тараканы боюсь, блядь. И второй должен был распеть этот припев, он то ли дал толпе, там какая-то пучка была, а там толпа звука от неё не было, как-то оно так не получилось, что микрофон просто вот Михаил не поёт, а тут Виталий подходит, и бак-вокал же, наверное, чуть-чуть сзади, чуть-чуть послабее, микрофон там всегда, наверное, послабее. Ну, то есть, чтобы он не... Что, прости? Ну, то есть, чтобы он не... Чтобы он не... Не делался, так сказать, больше, лучше, мощнее, чем основной микрофон, основной вокалист. Так, подожди, надо записать. Значит, бэк-вокалисту нужно всегда давать микрофон послабее, чтобы он не сделался больше, мощнее, чем основной микрофон? По-моему, это нервный тик. Так вот, в чём секрет успешного выступления. Ого-гошеньки! Лучше, мощнее, чем основной микрофон, основной вокалист. Ну, все, я думаю, догадываетесь. Нет. Да, и если вы вот убираете основной вокал, бэк-вокал всегда будет, ну, не туда. В смысле не туда? Ты чё, чики-бум-бум совсем? Что несёт этот запродивший хумус? Алё! В вашей карете не было пола, и вы просто бежали за конями. И что такое бэк-вокал? Бэк-вокал — это интервал. Какой-то интервал с основным вокалом. Ноты этих голосов гармонируют между собой и гармонируют с аккордами, на которых пропиваются. И если убирать... Нихуя себе, ебать, сокол, эксперт, оказывается, знает. ...лидер вокал, то бэк-вокал, оставшись один на один с музыкой, точно так же будет с ней гармонировать. Вообще без проблем. Ну да. То есть тут как бы задний вокал, а тут как бы передний вокал. Иногда боковые вокалы подключаются, и тут нужно совсем осторожненьким быть. Потому что если диагональные вокалы подключатся, то там совсем хана будет. Здесь надо согласиться скорее даже с «Соколом». Потому что... Да хуй знает, типа... Ну, я не понял, почему... Вернее так, я понял, почему Дубинин психанул. Потому что не было этого совпадения с Ранова. Но вообще, типа, ну... Хуй знает. Полным-полно я видел артистов, у которых бэк-вокалисты продолжают свою партию петь, как было, типа, проинструктировано. А вокалист, допустим, прерывается, микрофон дает что-то. Ну, то есть занимается какой-то другой хуйней. То есть это не повод бомбить. Так можно сделать. Это прием, который, типа, применяется. Мало кто может это делать. А сегодня, в завтрашний день, как бы эхо, то есть, вот это не в ноту, получается. Не все могут смотреть. Так, чуть-чуть. Сзади, ну, не знаю, хоро, не хотели там килэнки. Не только лишь все. Сзади, ну, не знаю, хоро, не хотели там килэнки. Может, это вообще делалось? А, понятно. Так. Итак, чайный пакетик признает, что вокал Дубинина все-таки несуразицей выглядел. Но почему несуразицей? Объясняет он эту несуразицу тем... Вот только сейчас прошу... А чё, а где активность части, господа зрители, а? Кого не ржать? Тридцать зрителей. Какая главная вещь gehört между прочим? Бэк вокал выглядит несуразно. В том случае, если... С acesso там понятно не в ноту, потому что бэк вокал он чё называется? Задний вокал him Он чё называется? Задний вокал. Ну, действительно, чё он? Сзади немножко идёт, таким протяжением, может, эхо специально сделано такое... Может, эхо специально сделано? Ага. Так, вот, в чём проблемка была на самом деле. Вот это павалот. Ну, да, это глупость. Он сзади немножко идёт таким, как бы, протяжением. В таком случае действительно может получиться несуразно, когда бэк вокал-то протяжением идёт. А, я кажется, понял. Его нужно было не протягивать, а отрывисто, как ретер делают. Ну, типа, плачь в ребре. Может, эхо специально сделано? Может, эхо специально сделано? Ага, так вот в чём проблемка была. Эй, какая стабилина? Здесь эхо накрутило на бэк-вокал. Ну, поэтому он и стал несуразным. Такой эффект, как бы эхо. Такой эффект, как бы эхо. Час от часу не легче. То есть, причина несуразности... Эльза Сван, ты подпишись на меня с колокольчиком, потому что меня надо смотреть. Эхо? А, как бы эхо. Ну, знаете, это совсем уж подлейший план. Мало того, что к обычному эхо вопросы были, уже только оно бэк-вокал могло несуразным сделать. И тут какая-то падла сделала эффект на эхо, только похожим. То есть, вы поёте, думаете, что у вас на вокале самое обычное эхо, а оказывается, что у вас на вокале вовсе-то и не эхо. Оно, оно только кажется эхом. А на самом деле, это что под рукой? Это и портит ваше пение. Что за злой гений работает против Дубинина? То есть, это не в ноту получается. Ну, так понятно. Наложили какую-то херню на вокал, заменили эхо на как бы эхо. Думаете, у вас после этого что-то нормально звучать будет? Ну, окей, здесь прикольный подкол. Как бы чуть-чуть сзади. Ха, понятно. Ну, вот эти знаменитые задние вокалы, ну, вы все о них знаете. Ну, я не знаю, как они хотели там дилей, может быть, это всё делалось. Если тут подлейшие злодеи, кроме эхо, как бы эхо, ещё и дилей какой-то прикрутили, то дело-то совсем швах. Теперь всё стало понятно. Да что же ты такое несёшь? Причём здесь дилей? Какое так бы эхо? Кто его там специально делал? Почему специально? Для чего специально? Что это за словесный понос? То есть, брат Лаптева сидит и на серьёзный щак загоняет нам про то, что бэк-вокал Дубинина могло испортить наложенный на него какой-то эффект. Ну, да, Димон зря начал про это рассказывать. Он потому что какую-то, ну, глупость наговорил, если честно. То есть, ну, надо признать, что там псих Дубинина был странным. И, типа, психанул он, ну, короче, потому что по его задумке не должно было быть такое, что бэк-вокал звучит один без основного. Вот и всё. Хотя это допустимо и ничего страшного. Димон что-то там как-то допридумал. Эффект. Чипа эхо или дилея. Теперь всем бэк-вокалистам, которые сфальшивят во время живого выступления, стоит использовать этот приём в качестве отмазки. Сильный аргумент. Человек просто не понимает, что он говорит. И возникает вопрос, зачем он на это говорит? Мог же просто в камеру сказать, ребята, простите, я в этой теме не особо разбираюсь или не хочу в этом разбираться, и вообще я не хочу в это погружаться, поэтому простите, никаких комментариев по этому вопросу от меня не ждите. Простите и проехали. Нет, мы будем сидеть предруковатым винни-пухом и нести херню про то, как бэк-вокалисты не попадают в нужную ноту из-за дилея. Или эхо. Или как бы эхо. Я в электрогитарах ничего не понимаю, но даже я, рассуждая о каких-нибудь бендах или тэппинге, просто не смогу так тупить. Ну, потому что примерно понимаю, о чём говорю. И смогу это правильно облечь словесные формы. Но зачем вообще открывать рот, если ты начисто вообще не понимаешь, о чём ты говоришь? Зачем выставлять себя полудурком? Я слушал это, и у меня дёргался глаз. Я не скажу... Это была бы правильная мысль, если бы её не сказал Сергей Сокол. Зачем говорить о том, в чём ты не разбираешься, и выставлять себя полным полудурком? Цитата Сергея Сокол. Блядь, каждый просто свою хуйню какую-то придумал. На самом деле, понятно, надо у самого Дубинира спросить, почему он так сделал. То есть, в чём проблема? Типа... Они каждый предполагают, и причём каждый более бредовую хуйню. Сокол решил, что Дубинин бросил, потому что слажал, а этот решил, что он бросил, потому что как бы эхо. На самом деле, скорее всего, Типа Дубинин разозлился, что запланировано было, что не будет таких перерывов на... Там микрофон в зал какой-то, да? А это было сделано. Скорее всего так. Так, ну и это не факт. Но это хотя бы наиболее логичное предположение. И понимая, как это выглядит со стороны, Виталий и вспылил, и бросил стойку, вызвав у меня дикий угар. Но на кривое въезжание в ноту ну никак не могло повлиять ни отсутствие Житникова, ни дилей, ни эхо. Отсутствие Житникова, наоборот, должно было помочь бэк-вокалисту пропеть нужный вокальный интервал без косяков. Ибо гораздо сложнее пропеть интервал... Ненавижу слово «ибо», во-первых. А во-вторых, если бы он там, допустим, не дотянул ноту, то есть я просто помню, какая там гармония. Жалко, сейчас не работает теперь флэш. И, блин, был охуенный сайт «Пианино Онлайн». Но он работал на флэш-дришке. Блин, ребят, если кто-то знает, как вернуть флэш в браузеры, которые, типа, отменили, убрали, там, перестали поддерживать и так далее, это, блин, так печалит, пиздец. Очень удобная, потому что была штука. Типа сайт coolpiano.ru И там вот было «Пианино Онлайн». Я бы прямо изобразил. То есть там был, по-моему, соль-мажор, гармония. Верхний, ну, основной вокал пел ноту си. И вот этот бэк пел соль. Прикол в том, что в соль-мажоре, ну, типа, если бы он, допустим, не дотянул чуть-чуть ноту, то есть пел бы фа-диез, это было бы уместно. То есть оно бы ложилось. То есть, ну, это я так, к слову. Интервал, когда ты слышишь одновременно с собой совершенно другие ноты. Ноты другого вокалиста. А когда ты один, спокойно, не, на YouTube неудобно. И тебе ничего не мешает пропеть нужную ноту гораздо, гораздо проще. Но прапорщик жадов ничего об этом не знает и, рассуждая на камеру, прописывают горящие руны стыда на полях Ютунхейма. Ну. Мы, конечно, ждем вторую часть. Ждем ее, потому что это интересный материал для переработки мной. Но, конечно же, это полный пиздец, стыд, провал и хуйня. Размотал. Блядь, и пенис прибежал. Ну, ебать, вот, сука. Вот кто потешный, конечно, внезапный здесь. Опа. Здравствуйте. Да... 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 Ну, все, посмотрели. Всем спасибо. Такая вот реакция. К сожалению... К сожалению, хуйня. Вот и все, что я могу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok